всем доброе утро сегодняшний день я посвящаю полностью себе сегодня я буду ухаживать за собой и беру вас вместе с собой так как я знаю что вы очень любите такого рода видео и я думаю что многим из вас будет полезно это видео потому что я еду к эльнаре да 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 и вы знаете что эльнара это мой косметолог я ее обожаю часто у нее бываю и мы с ней всегда что-то интересненькое делаем я снимаю про это видео мне нужно сделать кое-какие укольчики красоты об этом вы узнаете немного попозже обалденная процедура просто невероятно и во-вторых эльнара переехала в новый салон красоты к моему другу рустаму меня это очень радует во первых потому что с рустамом мы работали долгие годы вместе в салоне льда копала я помню что рустам трудился больше всех в салоне он с утра приходил самый первый самый последний уходил бывало такого что клиент приходил поздно вечером и рустам говорю ладно я приму его хотя ему нужно было идти домой и мы вот так сидели ждали когда же он его обслужит и дело в том что рустамчик трудился 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 и заработал себе на собственный салон красоты конечно же рустам показал всем пример как нужно работать и не нужно лениться рустам открыл очень хороший салон красоты тренд и я сейчас сюда еду к ним в гости и практически все классные мастера перешли к рустаму салон приехали вот он какой классники вот я приехала к своей любимой эльнаре на новую процедуру которую мы еще не делали и нара сейчас расскажет что мы будем делать да здравствуйте жена рассказала мне о том что она собирается уезжать на активное солнце и море я предложила сделать процедуру биоревитализации для того чтобы предотвратить фото старение удержать влагу предотвратить появление пигментации но и добиться такого сияния лица работать мы будем с препаратом тиа сиа летоинсити один то есть это как раз таки и называется сияние лица содержит гиалуроновую кислоту и дерма реструктуризирующий комплекс который содержит состоящий из витаминов и аминокислот максимально работает именно на профилактику как раз таки фото старения профилактику пигментации удержания влаги восстанавливает обменные процессы в коже вместе с имнара положит нанесет анестезию на все лицо да да ага и потом это не больно значит будет да то есть эта процедура если делать ее без анестезии она достаточно болезненная и чтобы максимально провести комфортно время я наношу препарат который содержит лидокаин и прилокаин называется он эмла и под пленочку под экклюзию для того чтобы добиться хорошего обезболивающего результатом поехали поехали кстати какая у тебя мицеллярная вода в работе я использую биодерму дома сама пользуюсь тиосиаль диоксан да тиоксан или плюреаль потому что они содержат гиалуроновую кислоту на ютюбе очень популярны вот биодерма значит есть еще что-то лучше биодермы тиосиаль да получается тиоксан да тиосиаль и плюреаль это ну я считаю что лучше ничего себе а где где подается салонная косметика сожалению продается в аптеке а вот такой масс-маркет это как раз таки биодерма но биодерма очень хорошая вода то что для чувствительной кожи подходит для всех типов наношу анестезию в перчатке потому что наносила только пальцами и за весь день работы у меня кончики пальцев обезболивались так что я когда резалась и не чувствовал я сказала уже в начале видео что эльнара переехала в другой салон под названием тренд и адрес я оставлю под этим видео в описании телефончик эльнара я тоже оставлю под этим видео ну вот сегодняшней процедуры что мы добьемся уже не безупречная кожа немножечко немножечко страдает чуть-чуть тургор да то есть как раз таки уплотним его улучшен тургор именно не стабилизированная именно определенного веса молекул она участвует в монетете кожи соответственно мы можем использовать биоревитеризации в лечении акне в предотвращении рубчиков постакне в лечении 3 допустим после беременности то есть ну как бы это не только одна процедура биоревитеризации все то есть там комплекс но однозначно окончательные процедуры биоревитеризации мы добиваемся очень хорошего результата минимизация пор устранение осветления пигментации то есть если допустим есть пигментация и вы собираетесь идти на курс допустим шлифовки лазерной либо глубоких каких-то пилингов необходима подготовка перед этим обязательно это вот этот момент который нужно знать перед перед такими серьезными процедурами лучше всего делать биоревитеризацию потому что гиалуроновая кислота будет способствовать улучшению дифференциации слоев кожи и это соответственно как профилактика углубления пигментации омоложение да сияние я видел эффект да сияние такое сияние изнутри молоденькая как у моей дочки да 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 именно я на нем смотрю и завидую и молча белой зависти потому что в детском возрасте конечно же уровень гиалуроновой кислоты максимальный потом сводится начинает снижаться в результате того что накопление свободных радикалов уменьшение клеточек самих вот этих фиброгластов которые продуцируют гиалуроновую кислоту они ее продуцируют меньше и хуже качеством она меньше удерживает влагу соответственно деление коллагена эластина замедляется то есть коллаген эластин вырабатывается его становится меньше он становится тоже хуже качеством и вот эти вот все процессы которые мы видим когда что-то с моим лицом не то то есть вроде бы как бы так и морщин так особо нет все нормально вот тусклость до серость либо возрастные прыщики когда начинают появляться это вот все процессы как раз таки накопление свободных радикалов а гиалуроновой кислоты с этим активно как часто делать эту процедуру можно для молодой кожи я рекомендую раз в полгода то есть если нет таких видимых проблем как чисто профилактическая процедура а уже более возрастные там конечно курсовые процедуры в зависимости от состояния кожи от двух до пяти процедур курс интервала в три недели в две три показания есть конечно же как любой процедуре аутоиммунные заболевания соматические заболевания хронические стадии обострения высыпание там активные воспалительные элементы на коже герпес является тоже в стадии обострения противопоказания пожалуй все а беременность лактация является относительным противопоказания относительно вообще в принципе во время беременности эстрогена становится больше фибробласты работают лучше и гиалуроновая кислота вырабатывается соответственно тоже ну то есть надо смотреть если необходимость лучше после рода получил после кормления тоже после из всех процедур бери три раза считается положительной стимуляцией потому что без стресса проходит на кожу в отличие мы допустим шлифовок до каких-то аппаратных методик либо инъекционных мезотерапия это считается стуки отрицательной стимуляции нет сейчас существует множество бери витализантов на рынке очень много хороших отдавайте предпочтение все-таки проверенным которые не вчера появились а все-таки существуют которые несколько лет и которые разрешены в европейском союзе в рекомендованной fdr это ассоциация американская отдавайте предпочтение проверенным препаратом чтобы не было никаких осложнений благодаря этой процедуре подтягивается овал лица или а да она уменьшается то есть опять-таки смотря какое лицо у тебя же не будет у хорошее улучшение если есть уже сформированные носогубные складки то конечно же да будет тяжело поднять потому что это не стабилизированный гиалуроновая кислота здесь задача научить качество кожи то есть не заполнение морщин мы с тобой разговаривали про то что когда делаешь биоревитализацию кремом не нужно бросать пользоваться да есть такое многие сделают биоревитализацию готовы у меня такого качества кожи у меня не сохнет мне совсем не хочется кремом пользоваться я перестала им пользоваться совсем это неправильно потому что крем является конечно же он не проникает глубоко на это является защитой прежде всего и потери влаги и защита от солнца от солнечных лучей и защита от загрязнения то есть кремом пользоваться нужно все равно да утром и вечером да да и желательно еще есть сывороткой да еще желательно увлажнять лицо да в течение дня каким-нибудь спреем спреем да но предпочтение давайте чтобы в содержании было все-таки гиалуроновая кислота присутствовала есть аквала есть гиалуаль по моему в акцитане сейчас тоже какой-то спрейчик есть из масс-маркетов шанель тоже делает что-то с гиалуроновой кислотой ну в общем не термальная не просто термальная вода потому что термальная вода она фиксирует да неплохо то есть у нас и при этом она подсушивает первый эффект неплохо а в течение если какого-то времени то гиперкератоз будет нарастать и соответственно тусклость лица тоже будет нарастать так и расскажем сейчас что после процедуры нельзя делать так после процедуры в течение трех дней не желательно то есть вообще не то что даже нежелательно противопоказано и инсоляция активная то есть ты можешь находиться на солнце но не загорает вот так солярий не ходить и защищаться от солнца почему потому что так как мы будем травмировать кожу в воде воде гиалуроновую кислоту именно места травм могут быть потом гиперпигментированы то есть это получится пост травматическая пигментация также в течение недели не стоит ходить в ваню чтобы гиалуроновая кислота наша проработала да чтобы она не разрушилась но собственно все спортзал спортзал нежелательно ходить в день проведения процедуры почему потому что активная физическая нагрузка ускорит кровообращение естественные места инъекций могут появиться гематомы дни цикла тоже не влияют на качество процедуры единственное что может быть больше чувствительности именно болезненности в последние дни цикла то есть перед началом нового цикла может быть чувствительность выше но это не является противопоказанием абсолютно то есть это уже наверное будет зависеть от длительности экспозиции анестетика то есть если вы находитесь в ПМС и пришли на биоревитализацию чуть попросите своего доктора чтобы чуть подольше поддержал вам анестезию естественно подростки не являются в категории пациентов которым нужна биоревитализация единственное что но я вот это же уже этот момент рассказывал что мой сын ему сейчас 15 будет 15 сентябре два года назад он переболел ветрянкой и на лице остались такие глубокие глубоченные дырки и я непосредственно именно в эти коверны ввела гиалуроновую кислоту для того чтобы предотвратить образование рубца то есть рубцов не осталось то есть вот эти дырки на лице слава богу не осталось но это был свежий рубец то есть есть сейчас научные работы немецких докторов которые занимаются с ожогами и они прямо под ожоговую поверхность вводят гиалуроновую кислоту для того чтобы дермальный слой нарос для того чтобы уменьшить площадь пересадки кожи то есть это вот в чем гиалуроновая кислота и участвует это именно вот дифференциации слоев дермы и эпидермиса но в крайних случаях именно когда допустим есть постактные рубцы то есть есть склонность к образованию постактных рубцов то есть однократная периодализация предотвратит именно косметический дефект потом то есть это не курсовой не курсовая процедура а именно курсом уже начинается но я так не ну как бы сказать что с какого-то конкретного возраста тоже сложно потому что бывают люди которых 25 лет уже снижены обменные процессы ну генетические там в результате образа жизни работы там стресс усталость и так далее сигарета алкоголь есть люди которые в принципе кожа справляется с этими всеми проблемами то есть митохондры активно работают и блокирование свободных радикалов идет и в принципе в 25-27 лет выглядит прекрасно то есть опять это по проблеме то есть нет такого что вот 22 мне завтра стукнуть все надо записываться на период и взять ни в коем случае то есть я достала препарат из коробки он выглядит так то есть биоретризанты всегда находятся в шприцах когда говорят что биоретризация во флакончике это не биоретризация это больше мезотерапия почему потому что гиалуроновая кислота она может содержаться и в мезотерапевтических препаратах но величина ее молекулы она не запустит то есть фибробласт не уловит эту молекулу и не запустятся обменные процессы то есть мезотерапевтическая гиалуроновая кислота она признана просто увлажнять а биоретризанты всегда находится в шприцах это важно то есть шприц уже заполнен упакован в наборе идут как правило две иглы всегда есть стикер наклейка то есть вот в те сяле это наклеено на саму коробочку в других биоретризантах стикеры находятся внутри коробки то есть на стикере написан как называется препарат номер лота и срок его годности то есть один стикер клеится в карту второй стикер выдается пациенту это тоже желательно выполнять потому что бывает так что приходит допустим говорят я делала что что-то а что каким препаратом я не знаю то есть и вот здесь вот ломаем голову что это было и соответственно ну не можем подобрать дальнейшие процедуры желательно стикеры оставлять это ваша безопасность тоже ваше знание я вообще люблю биоретализацию это одна из моих любимых процедур вообще в принципе все процедуры люблю на будет период реализации я люблю особенно потому что никогда не бывает такого чтобы от биоретализации не было результатов то есть может быть и результат не так выражен допустим потому что был недостаточно выполнен курс процедур бывает такое что женщина допустим намеревается сделать курс но не получилось да в силу ряда причин и прошла допустим вместо трех процедур одну. Естественно, результат он будет, но он будет смазанный. То есть для того, чтобы накопилась гиалуроновая кислота, для того, чтобы продукция собственной гиалуроновой кислоты запустилась, в определенном возрасте нужно большее количество процедур, допустим, неоднократно. А так, чтобы выдавала она какие-то осложнения, либо не давала результата вовсе, я с таким, честно говоря, не сталкиваюсь, поэтому я люблю ее. Сама я сейчас преподаю, и бывает так, что доктора сами говорят, начинающие, когда работают в биоритеризации, говорят, что мы не увидели результата, или пациент не увидел результата. То есть все зависит от того, в каком слое работает. То есть если это в эпидермальном слое, то есть гиалуроновая кислота должна работать в дерме, то есть это нижние слои кожи. Если вы ушли выше, гиалуроновая кислота просто проработала как увлажнитель и ушла. Действительно, то есть там результат будет очень коротковременный, недели-две. Либо если ушли слишком глубоко в субдерму, в подкожно-жировую клетчатку, так как это не филер, она тоже очень быстро рассосется, то есть рассасывается в течение недели-двух, соответственно тоже результата никакого не будет. А так, результат есть всегда. А сколько длится процедура по времени? Ну это вот та процедура, которая одна из длинных, так как требуется анестезия, предварительно минут 15-20. Тоже зависит от анестетика. Сама процедура, я достаточно быстро провожу ее, потому что уже как бы, да, опыт, практика. Ну а так вот это час-полтора. Ну то есть дегов все вместе с анестезией, подготовка и окончание процедуры, потому что после процедуры мы будем наносить тоже диоксамовский крем постпроцедурный, который содержит опять-таки гиалуроновую кислоту, экстраоктарники, хлоргексидин. То есть поможет Жене быстрее, Жениной коже быстрее прийти в себя. Ну и после также мы можем использовать другие кремчики тоже с серией этих. Это по частям мы видим. Да, то есть анестезия нижней, средней нижней трети будет продолжаться. Спонжи я сразу же заливаю этим актинесептом перед работой, чтобы в перчатках уже не хвататься за посторонние предметы. Женя, как ощущения? А, я думала, что ты будешь вводить и долго вводить, а ты касаться быстро вот так вот. Да, у меня уже, да, то есть это точечное такое пунктуное введение, микропапулино сейчас я работаю. То есть папулки вот так вот выглядят, они небольшие, сейчас они будут чуть-чуть увеличиваться. Я дохожу до слоя дермы, иглой, то есть я ее чувствую. Она пружинить начинает. И вот это вот как раз-таки точка введения. И легкое надавливание на поршень в этот момент происходит. Ну, я чувствую просто, как будто у меня комарик кусает, подчесывается. Я потом после процедуры буду пупырчатая вся, да? Чуть-чуть. Ну, вот здесь наличие папул объясняется наличием гиалуроновой кислоты. То есть самый мощный гидротан, то есть вещество, которое притягивает воду, это все-таки гиалуроновая кислота. Одна молекула, я уже как-то говорила, что одна молекула притягивает на себя от 600 и выше молекул воды. И длительность, то есть, во-первых, само нахождение папулы, оно должно быть именно при биоревитеризации, при биоревитеризации именно в более такой хорошей концентрации. Потому что концентрация, допустим, 10 миллиграммов, миллилитр, она очень слабенькая. Естественно, там папул практически не будет. То есть они будут там сутки максимум. Те папулы, которые я сейчас делаю в Жене, они максимум двое суток будут. Есть крупнопапульная техника, там, естественно, папулы чуть дольше стоят, до трех суток. Но в течение 72 часов папулы должны рассосаться. То есть это зона, так называемая зона предатель. То есть мы ее не видим, но видят окружающие. И так как здесь проходят связки подскожно-жировых пакетов, когда в положении лежа они начинают опускаться, естественно, формируется морщинка. То есть это профилактика образования. То, что мы вначале делаем, проходим. Также можно припухлять, мочку ушей разглаживать. Ну это уже возрастным. Ну да, она же оттягивается. Еще вот здесь такой залом образуется. Да, 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 да. Это зона предатель. И это зона, которая требует нашего внимания. Несмотря на то, что мы ее не видим, обязательно наносим крем перед ушами и за ушами. Да. Обязательно. Женя. Да, я здесь. Такое мы сделаем так. Я сейчас тебе на шею нанесу. Складки вот так. Ага. Вот эти физиологические борты. Да, это у меня вот с детства, наверное. Да, это физиологические полоски. Они должны быть у всех, у деток. Они более даже выраженные складочки эти. И они являются важным критерием, допустим, при диагностике, допустим, степени, ну, такое раньше заболевание страшное было. Дифтерия. Угу. Сейчас делают от нее прививку, но, к сожалению, периодически она все равно проявляется. И вот степень тяжести определяют подглавленности складок. То есть первая, вторая, третья складка, соответственно, первая, вторая, третья степень тяжести. То есть они должны быть у всех. Но в результате определенных генетических особенностей, либо, естественно, толщины подкожно-жировой клетчатки, высоты подушки, то есть позы, в которой мы спим, состояние гормональной системы, именно уровень гормона почечников, да, который будет способствовать потемнению определенных участков. То есть в той или иной степени, как бы у кого-то сильнее, у кого-то меньше. Но вот биоревитаризация, когда говорят про то, что приходят, допустим, женщины, которых интересует именно вопрос шеи, биоревитаризация одна из тех процедур, которая наиболее хорошо справляется именно со старением шеи. Естественно, в комплексе с другими процедурами, допустим, радиос, армирование шеи, именно радиосом тоже очень хорошие результаты дает именно на дряблую шею. Да, шея же дает возраст тоже в основном. Шея и зона вокруг ушей. И руки. Кстати, руки. Биоревитаризация делается на руки, на тыльную поверхность рук, для того, чтобы как раз таки справиться с первыми признаками, ну и уже со вторыми, с третьими, старением кожи. Потому что кожа рук стареет опять-таки почему? Участок открытый, который всегда на солнце. Если используете крем утром, наносите опять-таки крем с СПФ. Также биоревитаризация проводится шея, декольте, грудь, внутренняя поверхность плеча, педра, живот. Ну, я уже говорила про стри. То есть, когда дряблась кожа? Да, да, да. После кормления грудью, грудью, наверное, тоже доходят. Да, да, да. То есть, улучшается именно само качество кожи, быстрее восстанавливается. Кстати, а как растяжки выбирают? Что такое растяжка? Растяжка – это рубец. Появляется он не в результате того, что кто-то сильнее поправился, а кто-то меньше. А в результате относительно недостаточности функций коры надпочечников, которые возникают во время беременности. Ого! То есть, эти гормоны, которые во время беременности сдаем, мы 17 КС. Это как раз-таки они и есть. То есть, когда их много, тогда вероятность появления растяжек, естественно, выше. То есть, относительно недостаточность коры надпочечников возникает у девочек в подростковый период, когда они резко начинают набирать вес. То есть, практически у всех у нас есть какие-то растяжки, да, которые появились когда-то в детстве. То есть, это как раз-таки те подростковые. Время беременности механизм практически тот же, но, естественно, более активный. И растяжка – это рубец. То есть, это восстановление соединительной ткани. То есть, соединительная ткань восстанавливает разрывы и расхождение вот этой вот дермы. И работать с растяжками нужно точно так же, как с рубцами. Можно их шлифовать, работать с лазером с фото. Я работаю мезотерапевтически сначала прокалом гиуронидаза. Это вещество, которое реструктуризирует коллаген. То есть, рубец – это коллаген. То есть, есть коллаген хороший, есть коллаген плохой. Вот коллаген плохой, как раз-таки гиуронидаза, она немножко будет реструктуризировать вот этот плохой коллаген и стимулирует образование хорошего. А уже окончательное, как бы вот, то есть, несколько курсов с препаратами на основе гиуронидазы. Это улучшение, которое дермы дают препаратам на основе конжактива. А потом уже введение гиалуроновой кислоты как. Завершающая. Вот такая… Ну, это… Тутички, которые мы сейчас сотрем. Сейчас мы будем работать дальше шеей. Шеей… Кажется, сейчас как воткнешь мне в горло. Да, прямо в артерию. В артерию? Я про это не думала. Да нет, нет, конечно, Женя. О, как жутко. На шее чуть дольше проходят папулы, чем на лице. Они держатся на сутки дольше. То есть, если вы делаете перевитеризацию на шее и декольте, не пугайтесь тому, что на шее и декольте чуть дольше они будут держаться. Это нормально. Посмотрите на меня. Красавица. А вообще, после процедуры можно мазать тональный крем на себе? Можно. Через полтора. А, полтора. Скрыть это все. Прекрасное. Как будто… Пришалое. Видно. Видно. Я никогда не была прищала. Мне просто интересно, как это. Вот так это. Ничего. Красота требует жертв. Женя, я думаю, что у тебя завтра, послезавтра уже точно… Угу. Скажет, боже, что ты с собой сделала опять. Эльнара, как всегда, спасает меня от старения. Не знаю, что я буду делать без Эльнары, когда она уедет в Канаду. Я буду приезжать. Эльнара будет приезжать из Канады, кстати, в Алмату. Еще я попросила Эльнару немножко подкорректировать мне верхнюю губу, так как я вам рассказывала историю про мою нижнюю губу, потому что мне ее испортили препаратом, который не рассасывается. Операцию я пока по вырезанию этого геля не хочу делать, потому что это очень долго. Будет заживать все, где-то две недели. У меня подружка недавно удалила. Но это, конечно, очень долго. И у меня пока нет времени. Вот. И мы хотим немножко подправить уголки губ. Буквально чуть-чуть, да? Да, я их приподниму немножечко. Вот так же и приподнимем, да. Просто будет все гармонично. Гармонично именно, да. Потому что нижняя очень большая. То есть мы не будем работать на увеличение, мы будем работать именно на гармонизацию. То есть я не буду делать Жене губы, как у утки. У него красивая форма. Мы просто немножечко ее приподнимем. И так как прошло уже пять месяцев после последней процедуры диспорта, на лбу. У меня все быстро рассосалось. Ну, не то чтобы быстро. Стандартно. Да. И мы сейчас тоже повторим процедурку. Потому что я... У меня ужасная мимика. Я постоянно вот так делаю на камеру. И мое лицо... Я, в общем, люблю этот спорт. Вообще вот то, что касается батуринной терапии, именно если активность межбровья, лучше сделать это тогда, когда морщинка еще не заложена. Потому что приходит девочки уже заложенная морщинка со сдвинутой подкожно-жировой клетчаткой. И тогда нужно будет уже колоть и ботокс, да, или диспорт, и делать филлер. А филлер вот именно в зоне межбровья, это такая анатомически опасная зона. То есть здесь уже как бы, ну, больше рисков, так скажем, да, по выправлению. Поэтому лучше именно эту зону межбровья однозначно лучше предотвращать. То есть если вы можете подумать по поводу всего остального, не делать глаза, там, использовать крем с эффектом ботокса, не делать лоб, потому что... Но если у вас активные межбровья, если есть у ваших родителей, либо у сестер сдвинутая подкожно-жировая клетчатка, именно залом такой конкретный, который уже сформирована глубокая морщина, и вы видите, что у вас есть к этому склонность, занимайтесь профилактикой. Потому что именно инъекция ботулинотерапии это золотой стандарт для решения именно этой проблемы. Да, вот у меня видите как... очень активные межбровья, очень активные, очень сильная мышца. Если я не буду колоть, то у меня здесь две огромных морщины образуются. Причем мышца как сдвигающие брови, так и опускающие переносицы. То есть вот это вот и коррегатор, и процерус. Поэтому если не делать, допустим, будет потом залом здесь, и будет залом здесь, проваливаться, переносица. И это будет вот такой постоянно насупленный вид. Ой, кошмар! Вот так. По поводу того, что в каком возрасте начинать делать, как долго он будет работать, изменились ли я старости. Я вот говорила по поводу, рассказывала уже на МКСе, показывали. То есть компания Allergan производитель, первый самый производитель препарата на основе ботеретического токтина, 25 лет назад, когда начали делать именно с целью омоложения, с целью сохранения молодости, естественно, сразу же начали проводить именно дальносрочные исследования. То есть на протяжении 25 лет, каждые полгода, фотографировали несколько пар однояйцевых близнецов. Одному делали, другому не делали. И вот через 25 лет однояйцевые близнецы, которые совершенно идентичны друг к другу, они становятся через 25 лет совершенно разными. То есть один старичок, а второй очень-очень даже сохранный, такой вот зрелый человек, но сохранный. То есть когда говорят, что надо стареть естественно, но естественно старость, она не очень красивая. Конечно, зачем? То есть если есть возможность стареть достойно, то лучше, конечно, это делать. Конечно, я тоже сам. По поводу того, что через там, допустим, 8 процедур сделать, а потом действовать не будет. Ну, нет, конечно, такого не бывает. То есть если вы не отравились там баклажанами либо грибами, где содержится как раз таки вот это ботулинистическое, само вот это вот. Токсин. Да, да, вот это токсин. То есть если у вас не выработались антитела, то результаты процедуры не должны уменьшаться. То есть не будет такого, что у вас раз и действует потом. Не должно быть. Вареники мои скажут сейчас. Зачем ты колешь себе? У тебя и так вареники. Результат покажу. Завтра, да, спадет отек? Нет. У меня через два. Через два дня сниму, да, результаты. Покажу вам, когда спадет отек, как все гармонично смотрится. Мне очень нравится, когда девушки придают форму своим губам, если у них какие-то проблемы. Я вообще не считаю, что это плохо, если девушка немного там придает припухлость. Я даже не хочу назвать это увеличением. Это просто припухлость. Это моделирование. Моделирование, чувствительность. Вот. Губадо. Сейчас я встану. Заня, как ощущения? Не больно? Люблю губастых. Все там с меня в шоке уже на этом ютюбе. И вот теперь они гармонируют эти губы, потому что нижние вот чересчур. Если вы переживаете за то, что у меня вареники очень большие, то не переживайте, через полгода верхняя губа рассосется. И сейчас утек. Но я это сделала, чтобы была симметрия. Потому что нижняя, она чересчур большая. На операцию я еще пока не готова. Может быть, через полгода, как раз, когда верхняя рассосется, я буду готова к операции. И все-таки мне тоже нравится. Ну, Элька, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Вообще. Я покажусь вам через пару дней. До свидания. Всем доброе утро. После процедуры прошло 10 дней. И хочу вам сказать честно и откровенно, что я просто в восторге. И моя кожа мне безумно благодарна после того, что я с ней сделала. А именно биоревитализация. Это самая лучшая процедура, которую я делала за последние годы. И теперь я ни на что ее не променяю. Может быть, если только что-то лучшее появится. Но я сомневаюсь, что что-то может появиться лучше, чем биоревитализация. Так как эта процедура, она самая-самая безопасная, не вредная. От нее только одни плюсы. И я вот честно хожу и кайфую вот эти дни, даже после того, как я прихожу уставшая домой. В течение целого дня вот мы сейчас с мужем активно строим дом. И я вечером прихожу, смотрю на себя в зеркало и никаких следов усталости. Кожа просто обалденная. Она реально сияет. Сейчас я без тональной основы. Эта процедура заменит вам кучу дорогостоящих кремов разных там масок для лица и так далее. Конечно, да, конечно, не нужно бросать пользоваться увлажняющим кремом. Об этом Эльнара уже сказала. Я также прихожу домой, утром увлажняю после сна и вечером перед сном увлажняю свое лицо, очищаю, увлажняю. И просто кайфую. Что касается моей губы верхней, я думаю, что вы видите тоже результат, видите разницу. И вот я сейчас не буду разговаривать, просто покажу вам ее. Ничего сверхъестественного с моей губой не произошло, никаких колоссальных изменений. Просто за счет того, что верхняя губа теперь немного припухлая, нижняя не так бросается в глаза. Вот эти разные мои шишки и так далее, которые меня жутко бесят. Но, в принципе, с ними можно и жить. Я очень довольна результатом. И я думаю, что многие из вас тоже получили сейчас удовольствие от просмотра этого видео. Получили массу полезной информации. Эля просто волшебница. Я ее люблю, боготворю. Лучше нее косметолога я не встречала на данный момент. И мне очень нравится, во-первых, то, что она еще и душевная. Мало того, что она профессионал своего дела, она еще очень хороший, душевный человек. У меня с Элей уже есть три видео на моем канале. Мы снимали о диспорте отдельное видео. Она отвечала нам все вопросы, мифы и так далее. У нас есть про увеличение губ. У нас есть про филлеры. Теперь мы сняли видео про биоревитализацию. И вот ссылки на все эти видео я оставлю под этим видео. Обязательно загляните. А также я оставлю ее номер телефона, контакты. Я даже знаю, что некоторые девчонки из Москвы к ней прилетали после моих видео. И я вообще в шоке была, когда она мне об этом рассказала. Да и она сама была в шоке. И, в общем, такие дела. Я надеюсь, вам все понравилось. Если есть какие-то еще вопросы, не стесняйтесь. Пишите мне, задавайте их в комментариях. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok